Поздравляю всех с 1 сентября. Моё выступление будет, скажем, более эмпирическим и нацелено на достаточно узкую тему. Это национальная культурная составляющая в образовательных программах и лингвальных школ. Вчера, наверное, некоторые из вас видели дебаты кандидатов от политических партий по латвистскому делению. И госпожа Папула, выступая там, сказала одну, на мой взгляд, примечательную вещь, что со времен первой, так называемой, реформы произошла революция в технических средствах, в носителях. Наши дети стали цифровыми. Вчера, когда я дил сына в Ригу, после летних каникул, он разучивал стихотворение, которое мы задали на лето по телефону. И в этом стихотворении он обнаружил неизвестные для себя слова, такие как «ретут», «лафет», «кивер» и так далее. Ну, в общем, наверное, я не помню, что стихотворение было динамо. Мы насчитали 10 слов, которые не знает 13-летний мальчик нашего времени. Что еще раз подводит нас к мысли о том, что может измениться сам контент, сам измениться, скажем так, тот багаж, который был раньше необходим, а сейчас он не нужен. Мне еще вчера удалось посмотреть интересную дискуссию по каналу «Дождь». Там небезызвестный господин Невзоров задался вопросом, а зачем вообще учить Толстого? К чему все эти гусары, которые сейчас абсолютно непременимы в жизни, что мы можем узнать о них? Но если так покопаться в глубине, то и Граф Толстой в своих поздних произведениях отказывался от Шекспира, отказывался от всей культуры, которая была после Евангелия. Но для того, чтобы отказываться от нее, ее нужно знать на секундочку. Нужно знать, что тебе не нужно. Поэтому я полагаю, что в том газоваркном процессе, который ведется сейчас в школах национальных меньшинствах, не столь важно обучение на русском языке молекулярной химии и математическому анализу, сколько предметы, которые дают осознание своей идентичности как национальной культурной общины. Поэтому я хотел бы обратиться к такому аспекту, как та составляющая культуры национальных меньшинствах, которую нам обещают оставить после Евангелия. Никто в Министерстве образования и науки не говорит о том, что же это будет за контент, что это будет за предмет, из чего он будет состоять. Это будет история русских в Латвии, история вообще национальных меньшинствах, может быть, это будут традиции, песни и так далее. Что это будет за предмет? Как будет разработаться этот стандарт? К сожалению, нет фактических каких-то подходов и со стороны критиков реформы. А между тем, у нас в Латвии еще 15 лет назад была издана вот такая замечательная книга Олега Пухлика «Русские в Латвии». Я был ее продюсером и могу сказать, что несмотря на то, что она вышла на достаточно склонном по гиграфическому уровню, она представляет себя как полный готовый учебник по истории славян, начиная с древних времен и заканчивая 19 века. Я убежден, что у нас существуют достаточно сильные кадры крыльеведов, историков, педагогов, которые могут совместно разработать этот стандарт, назовем его этнологией, технологией, которая будет приключать шире не только русских, но и других славян на знаниях меньшинства, немцев, евреев, которые проживали здесь, чтобы ученик, заканчивая школу, знал, каким образом позиционируется его община в общем ключе политической нации Латвии. Поэтому я думаю, что наше собрание, может быть, каким-то образом подвигнет этих специалистов, потому что они работали над этим предметом. Я приглашал сегодня ребят, которые, так или иначе, связаны с этим, но никто не приехал, потому что они в основном работают в школах и в последние выходные дни. Хотелось бы все же задуматься еще о том, что представляет из себя современная литературная составляющая в школах, что такое школьные библиотеки. Ведь не секрет, что наши дети редко берут в бумажную книгу. А ведь бумажная информация, она обладает таким важным качеством, как верифицированность. Когда редакторы, эксперты проверяют какую-то книгу, к изданию, то это более достоверная информация, чем те посты в социальных сетях, в которых, к сожалению, сейчас люди, на которые они ориентируются. Надеюсь, что школьные библиотеки станут такими мини-оазисами, в которых можно будет получить информацию от людей, действительно заинтересованных в своем деле. Считаю, что школьные библиотеки нужно превратить в информационные центры и наполнить их в том числе и какими-то мультимедийными продуктами и современными носителями. Поэтому давайте, когда мы будем заниматься в архе школьных советов решением проблем в нашем учебном заведении, не забывать о такой важной теме как о школьной библиотеке привлечение традиционной культуры для формирования нашего знания и идентичности. Спасибо. Вопросы? На самом деле, как раз у нас одна из проблем на тему сохранения культурной идентичности, в которой родители очень много голосов отдают, на сегодня будет. Так, у нас у кого? Вопрос у Лизы. Да, я не знаю, что ты сказала. У меня вопрос, Николай. Не кажется ли вам, что это слишком узко смотреть на сохранение культурной идентичности, когда мы говорим про хрилерический момент, что это необходимая, но недостаточная часть для сохранения национальной культурной идентичности и широту русской культуры мы тут можем потерять, если мы только так скажем, ну, забыть. Спасибо. Конечно же, Елизавета, код русской культуры, в первую очередь, содержится в русской литературе. И необходимо следить за тем, чтобы программа по русской литературе действительно представляла из себя адекватное изложение знаковых текстов русской литературы, начиная вот, ну, извините, я тут, может, неправильно помню тут слово «поку» и «гейвы», да? Потому что то, что сейчас читается, это тексты на русском языке. Тексты на русском языке произвольно взяты из литературы мировой, может, из литературы латышской. Да, это хорошие тексты, но, предположим, я считаю, что необходимо все-таки давать более в традиционном хромологическом порядке русской литературы, так как это было, ну, в наше время. Вероятно, это будет заменой того отсутствующего предмета, как история на русском языке, а только история преподается, только в молодышке сейчас, уже в нынешних, дореформенных условиях. Спасибо. Николай, собственно, тебя вас знают великолепно, как о родителях двух учеников, и как сам родитель тоже сталкивался с похожей на проблемой, когда с ребенком нужно сидеть и переводить для него уроки, и это никак не связано с культурой, и это большая проблема, которую за руки выводить, ну, как-то, с моей точки зрения, нельзя. И, опять же, дети разные, по-своему сужу. Кому-то интереснее культура, кому-то интереснее биология, кому-то, там, физика. И если не претендовать на то, чтобы физика или химия преподавались на родном языке, чтобы ребенок мог без родителей, ну, это как-то опасно. Почему? Вопрос, собственно, я услышал у Николая о том, что хочет Николай привлечь к культурной составляющей. Почему? Я хочу на этом сфокусироваться. Я считаю, что необходимо все-таки платься за то, что мы реально можем защитить, и что наше. Я не думаю, что регулярная физика, химия – это наше. Давай возьмем сейчас просто такой момент, сколько у нас лауреатов Нобелевской премии из России, да? Почему она должна быть на русском языке? Я считаю, что она вполне может быть и на английском языке, потому что потом те же самые дети будут учиться в вузах, там, я не знаю, на английском. Есть уже даже раз примеры. В той же самой классической гимназии, где целый курс инженерных знаний в старших классах и отец-классах берут на английском языке. Привидуальная система, тривидуальная. Поэтому русский культурный класс должен быть как сильная, автономная единица. Я считаю, что три предмета, три предмета – русский язык, русская литература и русская культура, ну, этнология. Вот это будет тот самый блок, который будет помогать сохранять нашим детям их культурную идентичность. Спасибо. У нас готовится сейчас Игорь Кеменов. И давайте последний вопрос. Добрый день. Меня зовут Екатерина Алицентренкова. Я мама от двух детей. У меня вот такой вопрос. Если сейчас будет пропорция, то есть до 6-го, до 7-го класса 50-50, с 7-го по 9-й будет 80-20, и с 10-го по 12-й будет 100% все на латышском языке. То есть русскую литературу и русский язык, я так понимаю, уже в программе не будет. Но та же война им не рада, Каренина. Уже в 9-м классе дети еще по возрасту не осилят. Они где-то на 11-12 классах по возрасту. Как дети тогда будут это изучать? Уважаемый прокурат, на самом деле ситуация в том, что... Ну, мой ребенок уже в следующем году... Екатерина, в следующем году уже в 7-й класс, да, вот для нас напрямую касается так называемого рекламы. Вы немножко не правы. Русский язык и литература выносятся за рамки вот этих 100%. Я не защищаю ни в коем случае, я не защищаю ни в коем случае, но просто давайте будем конкретно... Нет, при законе я должен тоже сказать, что русский язык, как русский язык, он будет изучаться в рамках 19-х годов. Здесь я не собираюсь сейчас заранее закрываться крышкой гробу, да. Я просто говорю о том, что необходимо, на чем реально, на мой взгляд, необходимо сфокусироваться сейчас. Вне зависимости от того, защитима конституционную судебную реформу или нет, этнический блок должен стать основополагающим для сохранения нашей идентичности. Мы не можем через физику защитить нашу идентичность, как славяк. Спасибо. Но они не будут отказать этой физике. У нас, например, в осень, ты еще не сможешь изучать его латышки. Ну, да. На самом деле, такой вопрос, на самом деле, требует дебата. Да, это такой он дискуссионный. А я скажу, что латышеской и узкой физики не существует. Я думаю, дискуссии мы перенесем все-таки на работу в группах. Давайте комментарии тоже работают. Потому что, ну, это версия Николая, да, то есть, хотя я, на самом деле, тоже думаю, что это больше, на самом деле, ну, мне так кажется, экспертная такая, больше экспертная работа, да, не родительская, по большому-то счету, да. Родители должны следить, чтобы это не терялось, потому что культурная существующая школа, действительно, очень важная, это то, что делают у нас те, кто мы есть. Поэтому, действительно, эта проблема актуальна, она стоит, да, то есть на ней нужно фокусироваться, но, тем не менее, я думаю, не нужно забывать и о других аспектах родительских болей. Давайте я, мы начнем с него уже все во время. Игорь Пименов, он расскажет об...